Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюнбега Цайтунг. Отпуск в Таиланде для одного 39-летнего жителя города Бамберга закончился кошмаром. Перед отлетом домой он так неудачно упал в аэропорте, что повредил себе голову и должен был быть доставленным в больницу. Там он пролежал 11 месяцев, не приходя в себя. Долгое время в больнице не могли найти родственников мужчины. Наконец-то в Бамберге была найдена его бабушка, а также дальние родственники. У них не было возможности оплатить переправку пациента самолетом в Германию. Таков полет стоит более 10 тысяч евро. Так пострадавшему нужен был интенсивный уход спецперсонала. Но многие жители Бамберга не оставили больного мужчину в беде. Город Бамберг смог собрать достаточную сумму пожертвований, чтобы обеспечить перевоз больного на родину. 19 сентября 39-летний мужчина был доставлен специальным рейсом в Нюрнберг. Отсюда его отправили, по данным Нюрнбега Цайтунг, в спецклинику близлежащего города Швайга. Как заявили медики, пострадавший уже реагирует на окружающую среду, но не может говорить и нуждается в интенсивном уходе. В пятницу 24 сентября состоится открытие межкультурных недель в Нюрнберге по-немецки Интеркультуре Левохм. Они пройдут до 17 октября. Организатор недель Интеграционный совет города вместе с многочисленными партнерами, то есть городскими организациями и обществами мигрантов, подготовил обширную программу с многочисленными культурными мероприятиями, концертами и дискуссиями. Более подробную информацию о программе вы найдете в портале Интеграционного совета по адресу www.integrationsrat.nuenberg.de. А в пятницу 24 сентября к открытию недель пройдет дискуссия на тему «Мигранты. Потенциал, а не дефицит». В дискуссии примут участие известные эксперты по вопросам миграции. Начало в 19 часов в центре Вилла Леон по адресу Филипп Кюрбовейк 1. Первый этап в строительстве лагуны для дельфинов в Нюрненбергском зоопарке Тиркгартен преодолен. Фундамент лагуны уже построен, причем в сроки. Кроме того, и затраты на строительство не превысили запланированных. В общем, лагуна обойдется в 24 миллиона евро. Уже в мае 2009 года началось строительство. Теперь, когда фундамент заложен, видно, насколько велика будет лагуна, а именно 23 квадратных метра. Вначале в лагуне будут жить до шести морских котиков и четыре дельфина. В зоопарке надеются, что дельфин Моби доживет до переезда. Ведь Моби уже 50 лет, и он с самого открытия дельфинария в зоопарке, то есть уже 39 лет, является его жителем. В прошлую субботу, 18 сентября, в Мюнтене началось одно из самых известных народных куляний мира, а именно Октобофест. Многие любители этого праздника уже задолго до его открытия, а именно в 4 утра в субботу, направились к полю, где проходит Октобофест. В этом году отмечается его двухсотилетие, и поэтому ожидается больше гостей, чем обычно, а именно более шести миллионов посетителей со всего мира. В конце передачи, как всегда, мое предложение, чем бы вы могли заняться в наступающие выходные. В субботу, 25 сентября, в 19 часов, в центре культуры Адмиротенбах состоится открытие фото-выставки «По дороге к Байкалу». Адрес центра – Ротенбаха, Хауптштрассе, 74. Ну вот и все, наши новости подошли к концу. На сегодня я прощаюсь с вами. Более подробную информацию о Нюрнберге-регионе вы найдете, как всегда, на страницах нашей газеты или в портале по адресу www.nz-online.de И будьте со мной в следующую среду, когда выйдет новый выпуск новостей. Всего вам хорошего, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok